Я расскажу несколько слов о себе. Я родился в Харьков и в 82-м году переехал в Киев и написал диссертацию по архитектории. Потом получил должность редактора главного художника Журнала Рана в Киеве. И в это время началась перестройка, я активно участвовал в организации первых украинских выставок и представлял их за границей с моими коллегами. И я вместе с Витаром Хаматовым основал Центр Союзного искусства Солярного. И все мои вот эти связи перевели меня к тому, что в конце концов одна из моих работ на Большой Украинской выставке была в Киеве, в Датской городе Худенце. Я получил грант и уехал в Данию в 90-м году, 6 октября. И после этого в Украину не превращался. То есть вся моя карьера прошла в Европе и в европейских контекстах. Это вот как в двух словах я вам представил несколько всегда. Но в связи с тем, что сейчас история, так сказать, возвращается назад, и украинское общество начинает интересоваться людьми, кто стоял в истоках начала современного украинского искусства. когда ко мне обратились, я дал несколько интересных интервью, и это заинтересовало определенных круг людей, в том числе и вранную часть, которая у меня представляет сейчас в Украине. И вот благодаря ему и проводу Art Foundation я обернулся в украинское пространство, с тем багажом, которым я наработал в Европе. Сегодня лекция будет, или мое представление, будет о стиле и искусстве, потому что я человек, который интересуюсь модой, интересуюсь искусством, посвящаю очень много этому времени и занимаюсь достаточно профессионально в этом направлении. Я не художник-коллажист, я художник, который занимаюсь коллажем, видеоискусством, инсталляцией, живописи и другими видиями, которые меня интересуют. Все, что интересует меня, я это делаю. Начинаю, как всегда, монолог, в надежде на то, что он будет превращен в дел. Сейчас одно секунду. Прошу, прошу меня. И сегодня мы поговорим об одном из моих проектов, который называется «Cropus of in private. Приближенно и лично». Я немножко, конечно, волнуюсь, потому что я впервые делаю лекцию на родном языке. Так что вы меня простите, ради бога. Вот. Ну, в общем, вот такая лекция. Вот вы видите, первый слайд – это вот такая фотография современной одежды, современного подхода. Дело в том, что, когда я приехал в Дене в 90-м году, я 12 лет не занимался вообще ничем. Я только занимался своим искусством, я делал живопись, я пытался выжить каким-то образом. Я создал семью, я воспитал своих трех детей, обеспечил семью, построил дом и так далее, так далее, так далее. То есть на первых этапах ничего, что связано было с каким-то параллельной деятельностью, которая меня интересовала, не было. Хотя я, конечно, делал кого же еще в 80-х годах в Киеве, но это было совершенно… Было только живопись, и все, наоборот, было только на продаже живопись, для того, чтобы я материально мог как-то существовать. У меня был ряд серьезных мастеров на Фиаке в Париже, у меня были выставки в Майами, различные. Я работал с двумя очень серьезными галереями, как у меня нет, на Раносе. То есть деятельность была очень серьезная, была напечатана масса книг по моей живописи. И в 2002 году я все-таки решил, что я хочу заниматься чем-то другим, чем просто, например, продавать свои работы. У меня достаточно было, ну, небольшой, скажем, капитал, может, были какие-то накопления, которые я хотел бы перевести в какую-то другую фазу моей деятельности. И в 2002 году я основал галерею «Сценка». «Сценка» — это Сергей, первые два окна, а последние три — это Святченко. Галерея находится в самом центре города, в Виборганге, я живу. И идея галереи была совершенно принципиально новая, я попытался… Вообще, все, что я делаю и начинаю, у меня самая первая задача, чтобы этого никто никогда не видел. Это тот мой абсолютно новая и абсолютно оригинальная в любом контексте. Это такой мой, такой драйв. Вот. Вот в этой галереи вот такое стекло. Пять миллиметров стекла, и все выставки, которые проходили там, за этим стеклом, это была коммуникация с городом. То есть это был такой аквариум, при котором люди, проходя мимо галереи, смотрели выставки, которые я предлагал им для продажа. Галерея просуществовала семь лет, и я сделал семьдесят две международные выставки. Включая серию, звезд, современное искусство, такие как Йога, Вона, мы сделали большую выставку с легендарным Пол Смиттом, дизайнером одежды здесь. Вот. И вот такая вот интересная вот, интересный был проект. Называлась «Сценка Арт Спейс Айдейес». И вот так вот у нас был лог. Это был очень интересный веб-сайт, проработал он был очень четко, графический дизайн. Это было одно такое интересное, целое, как такой графический и визуальный стейтмен. Вот, Генрик Бибсков и Анна Чир пригласятся очень интересных художников. Но что еще интересное отличало эту галерею? А, это было некоммерческое пространство. Я ничего там не продавал. Но, тем не менее, это была полноценная галерея, которая выходила в мир с определенными проектами, с простернисом и так далее. Генрик Бибсков, это известный сейчас в мире датский дизайнер, когда он еще был молодой человек, мы делали себе такой выставку. Художники, которым я отсылал план галереи, должны были сами сделать эту выставку, инсталляцию или какой-то, ну, в общем, проект. Присылали мне на самолсование, если я давал это сколько времени, эта выставка состоялась. Мало того, художник должен был еще допустить свою открытку и свой дизайнер. Вот такой был интересный концепт. И рядом с галереей находилось потрясающее кафе. Мы там размещали, у самолсования, конечно, с лагерцами галереи, вот такую вывеску. Там мы обедали, кушали, пили кофе с этими ребятами, которые приезжали. И происходила такая коммуникация. В 2002 году я начал эту галерею. Галерея была закрыта целую неделю. Люди, проходя через нее, смотрели все выставки через окно. А в субботу во снесене я сидел там и делал свои коллажи и работы там и так далее. Если кто-то приходил, то я им отвечал на вопросы по выставке. Вот, вот это Хенрик, сейчас известнейший в мире дизайнер, что в современной моде. Умный художник очень интересный. Вот такие интересные инсталляции были. Конечно, это для города маленького, 65 тысяч, это была абсолютная революция. Но тем не менее, была идея, что я хотел не просто это в городе делать эти выставки. У меня были амбиции, чтобы об этих выставках узнал и в Нью-Йорке, что им не удалось сделать. Это и причем, в связи с тем, что я же еще в мои годы в Киеве имел получение контактов с различными другими художниками, поэтому у меня была большая сеть интересных таких контактов, которые я использовал здесь. Достаточно хорошо услышали, да? Да. Вот видите, эта выставка Смайл называлась, это Aldo Gionotti, итальянский художник концептуальный такой, он работает с объектами и с инсталляцией. И эти официанты в этом кафе, они ходили все в футболках выставки, то есть, такое было коммуникация. Вот я буду фактически сегодня говорить о коммуникации, как можно посредством искусства коммуницировать и коммуницировать со всем миром. Пол Смит, отец и сын, это сразу выставка приехала ко мне из Японии. Это была в Японии, из музея, не знаю, и потом приехала ко мне в галерию. Это вот блокады, которые мы выпустили, были обрешены по всемирам. Вот так, так она бы приезла. Сенка Гаври называлась. А вот Пол Смит сделал специальный limited edition футболок, который мы тоже продавали на открытии. Естественно, конечно, были куплены все, за 5 минут уже не сделал, было 15 штук. Ну, вот так выглядела пространство. Потом я иду дальше. Я превратил фасад боковой фасад, так называемый сценка Frame Project, где я уже начал приглашать видео, которые были в целом мира. И они, и галерея в 7 часов вечера, она выключалась автоматически, начинался видеофильм. То есть, зрители города могли подойти просто вот так смотреть интересные фильмы. видеофильм. А на видеофасадского было разрешение властей влечения? Нет, несложно. Страхно. Да. Вот так разговаривали. Вот, якаона. Ну, это был вообще полный сюжет. Город маленький, конечно. Особенно вечером там людей нет. Все датские люди по домам вообще не посидели. Но, представьте, это было зимой, ведь здесь не хочу дышать. Такая тишина сто процентов. И степень, подходишь к нему и стоит Йокоона, и у нее такой с фонариком, она очень это, очень интересно было. Вот Фейн Даулин, это куратор из Лондона, с которой я до сих пор люблю, это потрясающая женщина, умница, и делала совершенно интересный проект. Вот ее проект был по фотографии. Вот так. Вот наше логое и графический дизайн выставок, который был на двери галереи, когда проходила любая выставка вот такая. Это Римма Керма, это датский художник, она живет в Барселоне и делает очень интересные фотографии и видеофильмы. А вот вы можете увидеть вот этот фильм. Вот это выключалось и автоматически начинался фильм. Ну и в конце. Дело в том, что я сначала кладал свои деньги, которые у меня были, потом деньги у меня в общем-то начали саять, но тут подключился город, потому что понял, что делается серьезное дело для города и промоушен. И они начали мне помогать. И последние два года они мне очень серьезно помогали. То есть муниципалитин. но гряду в 2008 год все урушилось и у нее просто очень интеллигентно сказали, что к сожалению мы не можем больше балансировать. Я вынужден галерею был закрыт в 2001. Это была последняя презентация в Копенгагене на выставке Alternative Art Fair в Копенгагене, где все-таки я получил от государства, от коммуны получил деньги для того, чтобы выпустить книгу этих 7 годах. И вот мы презентировали вот эту книгу, вот видите, как она выглядела. И вот на этом последнем состоянии был такой последний аккорд и на этом галерея закрылась. Но был экспириенс 7-летней коммуникации со всем миром. Город маленький, а ко мне приезжало весь мир. Со всеми мы пили кофе, беседовали, люди останавливались у меня дома. Вся семья, так сказать, была задействована в этот проект. И вот теперь ЛДС в 2004 год, пользуясь возможностью, что я сидел там в субботу, воскресенье одинокий, я работал над своими калажами. Калаж в вашем представлении как вы считаете? Первое, что приходит в голову, что такой калаж это вот это, да? И вот такое. Я создал вот такое. То есть я убрал все лишнее, создал калаж, как мне нравится ЛЭС. Это только два элемента на светлом форме. В 2004 году я создал направление в современном калаже, которое пошло в историю под названием ЛЭС, коллаж, айс-эр, и свеченка. Вот так они будут. Мало того, я иду дальше, потому что я по образованию архитектор, поэтому я всегда мысляю пространство. Вот эти коллажи маленькие, которые были размером А4, они переводят вот такой вот объем огромный, и это уже начинается монументальная работа в огромных зданиях, которые, например, это огромная работа была и выполнена от, как называемой, новой Датской Бизнес-Академии, где вот такие работы были просто внесены в структуру всего комплекса. вот так. Английский журнал Блупринт по архитектуре, они написали большую статью вот эти интеграции. То есть я очень, очень был рад, потому что это же были мои георитические принципы интеграции имиджа в структуру в архитектуре. А здесь это получилось. Но я когда ехал на открытие, я так боялся, потому что объем у них работает. Это 8 метра, 8 с половиной метров, это такой розовый соцветности. Но тем не менее все прошло очень хорошо и видите, было открытие потрясающее. Я получил очень много хороших таких комплиментов. И в 2009 году все здесь с тем, что я остановился в церковь с другей. Что же нового идет? Я уже все время должен двигаться как-то вперед появляться какие-то новые дни. Ку-Ап Клоус Ап Эн-Правит. Я придумал проект, который называется приближенное личное. То есть мое личное отношение к стилю, как человек должен одеваться в моем представлении мужчины. Плюс это первая задача. Вторая задача. Нужно было сделать абсолютно новую, принципиально новую фотографию вот этого стиля, соединенного с искусством. Такая была поставлена задача. И мало того, я серьезно занимался журналами. Я просматривал много журналов мод, потому что меня это интересовало. И в последнее время, особенно в то время, мода смотрелась вот так. Во всех журналах одно и то же. Я делаю вот такое. То есть я минимализирую максимально то, что можно было убрать, и представляю новый визуальный ряд, так называемый и фотографии, и так сказать, комбинации каждой. Я отрезаю, например, некоторые части тела, конечно, использую мои принципы коллажа, которые я часто чувствую себя достаточно комфортно. Мало того, я беру своих детей троих каймотелев, то есть это мне ничего не стоит. Это мой сын играл. Вчера забил гол. Они играли, он профессиональный футболист, они играли с Копенгаргеном, вчера и выиграли очень важный матч, и он забыл гол. с Копенгаргеном. Ну вот, видите, вот такие работы. А этого я уже еще придумал, к тому же и принципы, по которым я буду фотографировать. Я взял маленькую лайку вот такого размера. Я взял абсолютно белую стену, использовал абсолютно обычный свет, и вот из Нелороса мой партнер делал весь графический блок дизайна Клоуза он из Турина, из Италии. Мы с ним создали вот такой графический дизайн проект. Это самые первые он мне присылал идеи. Это он сделал вот этот Клоуз подпрыгнул. Видите, как течет. И получился вот такой блок. И мы начали представлять коллекции. Видите, написано «Спринг» с самого еще 90-го года. То есть это не коллекция одежды, это коллекция имиджей, которые сразу же выходили в два пространства. Одни люди просто считали, что это такая библия стиля, и пытались вдохновиться одеться, так как было показано на фотографии, а другие художественные или фотографии, уже видели в этом что-то друг было. И вот я пишу, что проект лично предлагает начать диалог о том, чтобы перевести фотографию моды на другой уровень, а именно по направлению к более абстрактному смыслению темы, что приведет нас от взгляда на вещи в мире моды, как на коммерческий обет, к восприятию как элементов новой эстетики. Нам нужен такой диалог для нашего дальнейшего развития. Вы согласны? типичный плозов правильный тегар. И это начинает приносить свои плоды. Как только появился этот блок, огромное количество мидии, а это была полная революция, вы можете мне поверить. Это был 2009 год, система блогов только зарождалась. И вдруг на весь мир выходит вот такой. Первый, кто отреагировал United States. Меня завалили интервью серьезно. Я отвечал на все вопросы, почему, какие типы одежды, а почему мы не пишем, что это за костюм, какие бренды. А я говорю, что это не в этом дело. Я не буду этого делать. Я просто даю вам информацию. Вот и все. Второй Швеция была, вторая, третья я поняла. И после этого всего это колесо закручится по такой программе, что я просто не ожидал. Я получаю лучше одеваю себя мужчин в Дании. Я занимаю первое место в версии Мало Евром и об мне и облоги печатается большая огромная статья с полным анализом и так далее. То есть вот такой маленький монолог превращается в серьезный диалог. Меня приглашают некоторые журналы, чтобы я сделал для них проект всевозможный вот в этом сфере. Логички нету. попить, я тут у меня уже сухо, горло пересохло. Олег, можно я попить? Я очень большой ценитель музыки, коллекционер. Музыка играет колоссальные шоу в моей жизни, поэтому я собираю пластинки виниловые и слушаю и до сих пор продолжаю слушать музыку. Я родная самая большая коллекция Битлз и Роллинг Стоунс в Жордании. Вот такие работы я делаю. Это я любим сын. И потом, в конце концов, это приводит к тому, что со мной связывается датская центральная телевидение, и они собираются делать программу обо мне и о моем стиле, и с чем я работаю. Это называлось Denmark's Unique Style икон, так называемые датские иконы стиля, где были выбраны четыре человека, ну, уже в контексте датской истории, такие легенды, и у меня собираются вот приехал ко мне очень известный наш журналист, ребят, журнала «Невроме» Клис Педерсон, вот с таким тортом и с ботилкой шампанского. Вот эта программа была в 2013 году. Вот и они начали описывать, что же такое мир Сергея Свяченко, что же это такое за стиль, в котором вот это все вместе соединяется, и живопись. И мебель, и книги, и все, что происходит вокруг этого человека. Вот он вручает мне торт, как только они пришли. Вот это мой дом, квартира, где я живу. Вот видите, все абсолютно не случайно. Это вот такую мебель я хочу, вот такую лампу, вот такие книги, вот такое искусство, вот такие каталоги, вот такие книги, вот такие фотографии. Это все называется один общий Сергей Сляченко Стей. Я очень рад, что мне 66 лет, у меня все-таки слот, это тот мир, в котором мне комфортно. Вот моя библиотека. Кстати, советую самую большую инвеструю, это в книге, конечно. я рад, у меня такая большая интересная библиотека, и что мне очень комфортабельно в этом, так сказать, увеличение. Вот так выглядит один из обложек того ваще времени. Ну и естественно, конечно, инстаграм, и фейсбук, и различные медийные такие. Поддержка такая, конечно, тоже его пересла на другую международную большую уровню. Да, ну что же такое? Клоуз обонтравит. Откуда эти ингредиенты вообще берутся для того, чтобы создать вот этот стиль? И, конечно, я хочу вас сразу предупредить. Конечно, многим это может не нравиться, может это абсолютно никого не волновать, но речь идет обо мне, обо моей лекции, моем проекте. Поэтому вот такое вот, так сказать, внимание здесь. речь идет о том, что это не просто взять, одеть рубашку и галстук или брюки какие-то такие. Не об этом речь идет. Речь идет о том, как художник, которого что-то волнует, соединяет вместе все и потом это выдает на каком-то уровне для того, чтобы коммунитировать со всеми. С одной стороны, мне нравится очень одежда американских университетов 50-х, 60-х годов. И вообще эра Джона Кеннеди и Жакин Кеннеди я считаю это самое потрясающее в мире направление и тенденция и вообще время. Обратите внимание, это уникальнейшие женщины были в то время и уникальнейшие мужчины. В плане визуальных, визуальных порядок. Вот это очень большой пласт моего вдохновения. А второе вот как смотрят. Вот, пожалуйста, Ivy League это ряд американских университетов, которые меняются к так называемому Ivy League. Вот один из примеров. Ну, естественно, конечно, Роленс, но у нас было невозможно достать, но тем не менее очень интересны были номера, и я тоже большое вдохновение получил. Но, естественно, и вот и модернист, дизайн неудобно. Это книжка очень серьезная. Вот там есть очень-очень много интересных моментов, которые доставляли мне и доставляют много очень вдохновения и интересного. Ну, вот это вот мы с Крисом заходим в музыкальную комнату, у меня большая музыкальная комната, рассматривая по стенке, где-то торрес, это 1974 года граммофон такой, на котором я прослушиваю музыку, и потом мы даже с ним станцевали немножко, вот весь слушая музыку 60-го года. Вот, и он меня спрашивает, ну, а что ты вообще думаешь по отношению моды, вот как тебя устраивает тот ландскейт, который сейчас существует? А я считаю, что сейчас все-таки у нас по большому счету очень много доминирует спортивная одежда. Спортивная одежда очень доминирует по всем, так сказать, по всем странам. Вот это можно было бы. И мы мало очень говорим о стиле, очень мало. Посмотрите, сколько передач у нас, а егей различных, то так, то так, а то и. А о стиле передачи нету совершенно. Или каких-то экскурсов, какие-то времена интересные. И вот начинается дальше вот это колесо, которое мы говорили, раскручивается. Я получил предложение от огромных жообрандеров типа Ура Германии, может, вы знаете, костюм на ценах. Это в Миване находится огромный конгломерат одежды для женщин, для мужчин, которые предложили мне сделать проект, который называется Artist Take, когда художник приезжает на фирму и в фирму входит и делает художественный проект с их коллекцией, что и было сделано. И вот я пишу о том, что стиль очень трудно определить. Некоторые говорят, что это творческий проект, процесс, потому что стиль формируется на протяжении жизни. Для меня стиль это определенные эстетические коды в нашей жизни, которые обвиняют определенную музыку, книги, фильмы, искусство, архитектуры, фотографии, дизайны и являются воимече ненадарновениями. Посредством блога не удалось сделать на мир и поделиться с любыми красотями, цветами, деталями, комбинациями. С тысячами других фильмов, вышли на все мира. А вот один человек пишет, что «Close up in private has become a style buyable for a guy». А другой пишет, «Спасибо, что он начал одевать, потому что «Close up in private» блог». Так что вы знаете, в общем, происходит что-то. И вот что нужно было сделать, я костюм национальный возвращаюсь туда. Они такой мне кастинг устроили, я выбрал несколько моделей, которые мне подходили и звали ряд. Это мой мальчик и еще одна женщина. женщина. Они мне дали такую коллекцию большую. С одной стороны для женщин, а по другой стороны для мужчин мне нужно было выбрать одежду, которую я ассоциировался, которую я видел на фотографиях. Я выбрал, одел на них и начал поработать, фотографировать. Вот такие фотографии вы можете видеть. Но опять-таки, конечно, задача ставила, чтобы это было совершенно принципиально. Но мы подходим. Вот поставлю их вместе в бою, Вот если нового уберите, будет нормальная фотография. Нога дает нечто вот этот кусок вот это. Ну и ма, конечно. Потом, когда я все это отснял, они меня распечатали, все я сделал полностью серию коллажей еще в этом же плане. И потом они уже использовали это в своих каких-то проноушен для них действиях. Как фирма. Потом можно фильм посмотреть. Они записывали фильм в процессе того, что я делал, это есть на интернете. Ну, естественно, в Битлес, конечно, там потрясающее вдохновение. А вот я молодой. То есть всегда был человеком, так сказать, интересуемся модой. Всегда это меня интересовало через моих родителей. Папа у меня был известный, советский архитектор, который всегда ходил бабочкой, всегда был прекрасно одет и выглядел. А мама вообще модернистская такая, что интересная женщина. Потом меня пригласили в журнал Евромен сделать очень такую интересную серию. Это наша группа называется МИЮ. Очень известная датская группа. Тоже самое задание. Мне нужно было детям всех вместе сделать себе фотографии. Вот что я сделал. И этот журнал получил первое место за дизайн и за подход к фотографии современной в 2016 году. Я родился в Харькове в 1952 году в Советском Союзе. Конечно, гастроб это самое чудесное, самое приятное здание, которое я люблю, которое тоже, кстати, отношу к стилу. Туда же к этим к сумкам, к столям и так далее. Папа Ирина профессора академии в архитектурном институте. А мама была инженером и строительством. Вот мой диплом архитектор. Так что была такая небольшая база. влияние моих родителей тоже безусловно. просто наблюдаю и безграничное желание наполнить жизнь концерта в дни театра только сейчас как новое увеличение было в них на 60-е годы. Но мастера рассматривания акварели моего отца отношусь с поездки со студентами молодыми архитекторами всю жизнь выпадал и памят на сумасшедшем ангаре поездкового проекта заложили основу наше искусство стиле как лучше я буду стать в 2010 я создал этикет современного модерниста где посредством фильма я показываю о том что какие нужно принципы чтобы быть так называемым классическим модернистом и весь стиль называется классик модернист например костюм с коротким биджаком и короткими брюками я считаю что вы такие все абсолютно люди мужчины я считаю есть такие какие-то на примере величина например брюки которые должен быть не каждый уважающийся мужчина для счета ну в общем там было несколько сформулировано галстук там нужно завязать вот так понимаете или например нужно пересмотреть все фильмы Андрея Тарковского послушать битлз или иметь вот такие туфли как называется лунти или лоферс вот и потом Крис попросил чтобы я выложил несколько одежды одежды которые я считаю ну и конечно релэйшин с вашими родителями конечно тоже нужно иметь очень хорошие по-моему измена ну вот такие видов меня попросил выложить там когда фильм это делался а вот этот пиджак костюм Пол Смит сделал на мою белье это очень интересная подкладка она сделана из журнала Саджин и присловно ханского Бен Битлз альбомы в шелке то есть это ой видите как выглядит я люблю очень лайк и фотографирую только лайк и фотоаппарат ну вот тоже такое это и вот сотрудничество с такими большими брендами как костюмы Азанагент Форган Тиккерс Джекин Джонс Вайпремиум Мисс Мо Эфк Рэдсмэр Магазин Дюно наличие в 100 известных непохорительственной деятельности в области стилей и вот Клозаван Правит Фор Премиум это у нас большой очень бренд есть в Дэви который дал возможность поработать уже из дизайнов то есть и коробка и кулек это все было уже художественное решение плюс фотографии плюс вот этот вот весь вся одежда это принесло очень большой коммерческий успех это все было продано буквально за дворня по интернету ну вот видите как обычная фотография с таким переменным коллажом все таки дает какой-то новый импульс но естественно в Копенагене после после этого проекта мы ланчировали этот проект в таком очень интересном месте а это французская группа которая приехала играла мои друзья видите они одеты все в этих нарядах но еще очень это не просто фотографии а все сопровождается серьезными выставками вот видите видеофильм фотографии поставляются то есть это как бы этот проект весь я же остаюсь художником посмотрю фотографию это все делается выставка то есть объединяется мир уже и художник и этот диалог продолжается дальше это очень очень важно вот видите как выставка даже выставка современного способа могла быть любой галереи этот проект мы сделали с фирмой которая производит потрясающая сумочка датская вот опять коробка это все очень эксклюзивно было сделано очень стоило довольно большие деньги но тем не менее все было раскоплено буквально течение твердого вот сумки вот это серая для мужчин а голубая для женщин потом у нас очень интересный проект сарис пить фирма мы сделали для селкик где родной сын специальный пиджак 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 очень интересный золотый пояс 65 штук всего было сделано это очень важно вот так пиджак потом пояс делали с очень интересной фирмой которая выпускает кожу очень хорошую тони обычная фотография переходит уже положение и пришло время когда мы начали выпускать журнал Клозовный Правит Лук который финансировала фирма премиум Джак и Джонс который они дали деньги на первые номера этот номер распространялся по всему миру у нас есть дистрибыш в Париже они распространяют а вот видите уже некоторые коллажи уже пошли которые идут дальше чем фотографии и вы получили предложение абсолютно бесплатно часто с Питиума Питиума это самая большая самая большая в Европе такая ярмарка где приезжают все фирмы со всего мира и продают одежду просто сделать стенд они пригласили нас показать новое направление фотографии и вот так это в Милане нет в Мафлоренции в общем а вот большой проект Кобина вини который вот это четыре с половиной метра мы сделали такой журнал и его тоже показывали в Кобина презентацию первого номера я сотрудничею у нас в Кобина есть большой магазин называется что может знаете в Париже был журнал магазин коллед такой коллед может знаете это такой вот ответ датский ну там была презентация моей книги двухтонный который был издан издательство Миштанка в Берлине в моем творчестве там это уже очень поискузно и в целом и вот видите я работаю это Расмус Шторм директор магазина а книга называлась Everything goes right and left if you want the art by Сергей Звученко там была и жиропись и коллажи и потом была выставка большая называется The Light of Memory живопись и коллажи то есть видите как я говорю то есть как бы я рассказываю о себе о твоем творчестве но вы как видите много сколько ингредиентов разных которые приводят к тем или иным контактам но конечно можно работать по 12 часов в сутки чтобы все это осуществительно деяться вообще я считаю что художественная жизнь безумной адски адски труд серьезно тем более назову и конкуренция сто раз выше чем вот вот так они выглядят уже на выставке это же клоузов отправить тараке чисто прямо с блока вот коллажи пошли продолжения потом у нас есть полустиар в Копенгагене магазин где продают саму эксклюзивную мебель но скандинавсу такой очень интересный интересную мебель они попросили меня для юбилея своего сделать такие большие плакаты где элементы элементы одежды тоже пошли туда брюки и там красные носки подписывали плакаты ну вот видите как это это совершенно другой вырезанный журнал соединенный вместе потом были такие галстоки интересные коллаборации ну естественно конечно разные публикации потом в 2010 году я получил серию живописи построенную на эти фотографии которая называется под именем Сергия Нельсона где я попытался перевести фотографию в живописи ну вот вот мир вот этот мир вот этого проекта первый журнал который сделал публикацию Обратил внимание на стиль это был из голландских журнал называется Коуты Коут Магазин вот так была публикация первая самая первая он Саша ну и потом вышел второй журнал называется Двитрищ номер два ну как вы считаете интересно или я вас отомил уже ну конечно это маленькая ниша кто-то этим может интересоваться кто-то не интересоваться но тем не менее видите как все-таки если это выходит мир большая вот это самое интересное когда мне обратилась картина в связи с юбилейной книгой они попросили чтобы я сделал эту серию коллажей для них которые они потом закупили и было показано в центре в париже выставка то есть они мне прислали фотографии диамантов я из них сделал такую серию вот такие мало того они все построены это небо задний фонд это небо которое сфотографировало которое делось как в париже то есть вот это оригинальное небо которое было подобное то есть есть какой-то вот это очень серьезный проект который только что произошел у нас вы все знаете например Харс магазин в Лондоне вот у нас есть такой огромнейший магазин книгами прямо в центре нашей карлиской площади который называется магазин Дюна они попросили среди в 150 лети сделать такие окна большие в которых я вырезал дырки такие а там внутри стояли еще и катаус скульптуры а вот такой стенд внутри такая небольшая в виде украинских словах естественно конечно это главный редактор журнала евро вумен в нашей время такой диалог снеги что такое рассказ вот так смотрится и вот видите к чему приводит казалось бы сока начали а потом они уже обратились к нам и мы уже сделали новую коллекцию для них специально эксклюзив ифо магазин 2 1 2 таких дождевика 1 2 короткие вот это мой дизайн мы с Эликом вместе с моим сыном сейчас на следующий год это еще на кабинете фэшн вык ну вот типичная фотография кого он отправил видите вот это 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 белая стена все минимализировано до минимума но при этом остается конечно стиль можно просто так одеться вот кому нравится и пойти и все так что-то очень нарушено я называюсь в том смысле что все что воспринимается зрением привлекает мое внимание выбор медийных средств не имеет значения потому что принцип всегда один и тот же я начинаю с монолога мне есть что сказать и оказываюсь иногда в диалоге с широкой благодарной аудитории как в случае с своими живописными работами фактически я в дальней сделал имя свое сначала на моих живописах живописных живописных или немного уже как в случае с моими коллажами аудитория опускается чуть-чуть ниже или скульптура или фотографии все-таки даже в датском обществе очень консервативном принципе живопись это все-таки первый объект вложение денег фотография и другие видят коллажей это ниже это еще ниже круг так сказать коллекционеров я думаю что посредством таких форумов интересных это будет продвигаться лучше это моя наслудия и моя коллекция моих гостинок где я делаю коллажи дома вот Сергей Нимсон живописи в Гамбурге составилась большая выставка в 2014 году была объединена всю весь ползаврабраби и живописи фотографии вновь вот еще интересный проект меня пригласили в Милан сделать для У нас для catwalk такую инсталляцию, где я применил коллажи. И вот видите, как получилось. Вот в такой атмосфере это уже было очень интересно и ареянно. Потом я предложил пригласить своего друга Алиса, который 93 года. А делал его точно так же, как Эрика своего сынок. Он 26 и вот получил вот такой результат. Представляете, как выглядит человек 93 года. А он такой чудесный, с удовольствием переодевался, и мы с ним так хорошо разговаривали, рассказывал о своей жизни. Это тоже был коллабор. Мы делали тиши с фирмой Джек и Джонс. Тоже интересный проект. Главная цель моей работы в искусстве и в том, в чем бы я ни занимался, в идеале. Некоторые коды общие для меня и моих зрителей. Создать авт коммуникации. Коды, которые на подсознательном уровне доступны каждому. Зрителям, значит, вы это самая мощная поддержка, которую вообще можно представить. Моя большая распространство, перепоспективная выставка моих работ в 2017 году в прошлом году прошла в бибридском Унстхале, где было объединено все о том, что я рассказал. И клоузов, и мои инсталляции, и фотографии, и живописи. И все, 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 что над кекстильным работают. Это большая работа над кекстиль. Это сшитель с камнем вместе вручную. И так смотрелось. Плюс моя инскульптура каталась, называется. Проложение и вот инсталляция. Вот скульптура стояла вперед. Сейчас мы стоим в Женовом парке. Скульптуру носить в органозном перенесем на ее вперед. И вот я просто журнал Free and Easy. Они потом, конечно, связались. Это вообще, конечно, не смешно сказать. Но я являюсь чемпионом мира for blazer competition. Да? Странно. Значит, идея была такая. Но я сфотографирую меня в Лондоне. Нужно было одеться, ну как ты хочешь, но пиджаками. Затем это уже был Золотой Абовицей. И я выиграл этот конкурс в мире. То есть это вообще, конечно, да. Ну а потом они, конечно, там отслеживают меня, все время обращаются. Вот. Это номер два. Это не обращительно. Это интернс номер два. А я получил таки первое место. И вот там в разных модификациях. В Киев поступил в Аспаратуру. Вот это моя жена лег. И она до сих пор со мной. Большой замечательный друг. Вот я на Адресском спуске 86-й год. В Гатю продавал, как коллажется. Получил Apple художным директором и куратором Центра Советского Искусства Союза. И сделал себе выставку. Вот первая выставка, которую мы делали ранее. Это была, в мой взгляд, это была очень интересная и сейчас уже легендарная выставка. И я так рад, что в Узляле находятся несколько людей, которые принимали в этом участие. В Мариноске были артисты. Молодые тогда, чаровательные люди. А вот молодой Сергей Священко рассказывает о том, куда нужно двигаться. Вот это тоже выставка на Киевке у нас вторая уже. Мы в работе ремного. А вот мои три работы. Ну и Савиат, первая советско-американская выставка тогда, когда мы провели. Полки такие вот выпускали. Ну это фотография. Вот эту работу мы купили тогда. И я уехал. Последняя выставка, которую мы делали, это была, знаешь, современный украинский художник и дом архитектор. В 90-м году. И в 90-м году я возил точно преподаватель в художной школе Херлинка. И после этого началась моя карьера. Я просто был... Меня не пригласили две галереи с ними работать. И был успех просто. Не было успеха. Значит, я просто уехал. Он так подознал, что все было продано. Все работы были проданы. Они предложили мне работать дальше. И так поехали, поехали. Ну а потом я получил уже разрешение работать в стране. Как художник, что вообще считалось абсолютно нереальным. Вообще, был следователь вообще по парламенту даримал решение. Как мне вообще остаться. Потому что я из Советского Союза приехал не беженцем, не женат, не датчанки. Ну это сложно пройти. Это не просто. Но вот фотографии тоже черно-белые. Видите, я еще больше начинаю переводить фотографии какой-то абстракт. Ну и вот разные, конечно, публикации датской, хайдинавской, связанные с моими вот этими принципами, которые я придумал. И сейчас вот вышла моя большая биография. Вот сейчас вот мы можем на сцене посмотреть, если вы хотите. Которое мы включаем у нас в нашем признании. Называется «Я калаш». Вот так были видны. И вот так продается она сейчас в Дании. А вот наш будущий король датский, в принципе, Эдарик. Да, ну кто же стоит за этим всем? За клоузом Анфай. Стоит моя очаровательная жена Алена. И мои трое детей, которые используются как модели. Филипп работает в Лего. Я профессиональный футболист. А Саша – учитель в школе. Вчера забыл. Я так рад вообще. А вот как происходит это все. Это все очень, очень просто. Это моя студия. Я живопись делаю. Вот, муж, мне себя представить атмосферу. И вот Крис со мной прощается. Благодарит за хороший фильм. Потом мы открываем шампанское. Тут идите, кто сделал фильм. Такой торт мне подарили. Рубашка и взялся. Представляете? Вот. И вот мы сидим в конце всей семьей и кушаем торт. И вот сейчас мы уже подошли к тому, что мы готовы выпустить большую серьезную книгу, которая называется Клоузом Анфайл. Моден Классикист – A Man's Guide for Look and Details. Вот так оно будет. Где все описано так, как оно нужно. И просто идет такой lookbook, который можно воспринимать как художественную фотографию и как возможность однеться в таком состоянии. И все. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok